Эта серия видеозаписей будет посвящена изучению картографической библиотеки OpenLayers и ее использованию вместе с Яваскриптовой библиотекой React. OpenLayers, как и Leflet, представляет собой open-source Яваскриптовую библиотеку, но, естественно, у этих двух библиотек есть отличия друг от друга, с которыми мы будем сталкиваться по мере изучения данной библиотеки. На текущий момент мы будем рассматривать последнюю версию, это версия 6.3.1, о ней, естественно, можно прочесть в справке, ссылка на сайт будет под видеозаписью openlayers.org. И начнем мы изучение с самого простого приложения, которое представляет собой тайловую подложку, то есть базовую карту, и при клике левой кнопкой мыши можно поставить точку на эту карту, а все остальное стандартное, то есть приближение, отдаление, поворот карты. Все здесь стандартно. Итак, давайте перейдем в код и посмотрим, как написано данное приложение. Здесь у нас все стандартно, у нас есть файл index.html, в нем лежит div с id root, есть, соответственно, файл index.tsx, то есть tsx это означает, что мы используем TypeScript. для типизации данных, для того, чтобы в больших проектах у нас не было, или было, так скажем, меньше ошибок по типам данных. Соответственно, в файле index.tsx мы видим, что создается основное реакторское приложение, которое кладется в элемент с id root. Соответственно, смотрим, что у нас находится в компоненте app. В компоненте app у нас возвращается компонент map, который импортируется из папки map. Перейдем в папку map, и в ней, как мы видим, есть файл index, который, естественно, должен содержать какой-то экспорт. В данном случае он содержит экспорт map-компонент в качестве map из файла map.tsx. И с него мы начнем, соответственно, разбор нашей библиотеки OpenLayers. Сначала свернем все. Здесь мы видим, что у нас есть два экспорта. Первый экспорт — это экспорт map-контекста, который необходим для того, чтобы постоянно не прокидывать пропсы в разные компоненты, а использовать контекст. То есть пока что мы еще не подключили сюда редакс, в дальнейшем мы его подключим, но пока он не подключен, мы будем использовать свой собственный контекст, который мы создали. На текущий момент он равен undefined, как мы видим, и мы видим, что у него есть тип imap-контекст. Соответственно, этот тип, как и другие два, импортируется из файла map-types.ts. Ну и мы видим, соответственно, что imap-контекст представляет собой свойство map с объектом map, который импортирован, собственно, из библиотеки OpenLayers. Таким образом, в нашем уже экспортируемом компоненте map-component мы будем использовать map-props и map-state. Соответственно, map-props на текущий момент это просто пустой объект для будущих свойств динамических, которые будут прокинуты в данный класс. И, соответственно, map-state, точнее, t-map-state имеет свойство map-контекст, которое не обязательно должно быть сюда передано с типом imap-контекст, то есть с типом карты по факту. Ну и смотрим, что у нас происходит в map-component, в классе map-component. у нас создается свойство map-dip-ref для использования референс при создании HTML элемента и создается свойство state, которое на текущий момент равно пустому объекту. Дальше у нас происходит конструктор и заполняется свойство map-dip-ref. Соответственно, оно заполняется созданием HTML-dip элемента, и это значит, что, перейдя несколько вперед, это значит, что наша карта будет положена в HTML-элемент div. Итак, дальше у нас срабатывает по жизненному циклу реактовского компонента, о котором было рассказано уже в плейлисте React plus leaflet. Более подробно, соответственно, вы можете посмотреть его, чтобы еще раз освежить в памяти жизненный цикл реактовского компонента. Но, соответственно, после конструктора у нас срабатывает рендер, и поскольку map-context еще не существует, this state map-context, это будет пока что undefined, пока что ничего не сработает. Соответственно, дальше срабатывает component-did-mount, идет стандартная проверка на ошибки, и в ней, в данной функции, создается новая карта. То есть, вот мы переходим непосредственно к конструктору карты с использованием библиотеки OpenLayers. Соответственно, мы указываем, куда должна положиться данная карта, указываем слои, которые будут использованы на данной карте. Пока что это только тайловый слой, new tile layer, который импортируется из библиотеки OpenLayers, и у него есть, естественно, источник с URL. Как мы видим, здесь используется openStreetMap.org, то есть базовая карта OSM. И дальше используется view для настройки центра и зума карты. И создается переменная map-context с типом imap-context, как мы помним, из файла map-types, которая будет равна нашей карте, то есть объекту карты, которая только что была создана при помощи OpenLayers. и мы заполняем состояние при помощи функции setState, при помощи метода setState мы заполняем состояние map-context, и, соответственно, оно по факту будет равно нашей карте. Теперь, поскольку у нас изменилось состояние компонента, у нас заново срабатывает render, и на текущий момент thisStateMapContext это уже не undefined, и, соответственно, сработают данные три строчки кода. Здесь у нас что используется? У нас используется компонент vectorLayer для отображения, но он оборачивается в map-context-провайдер, у которого значение было undefined, как мы помним при его создании, а теперь значение его равняется thisStateMapContext. Это означает, что из компонента vectorLayer будет доступ к карте, поскольку map-context это у нас map, соответственно, из компонента vectorLayer будет доступ к карте, которую мы создали в файле map.tx. Отлично, теперь перейдем в компонент vectorLayer, откуда он у нас импортируется? Он у нас импортируется из папки layers. Переходим, смотрим, здесь есть файл индекс, соответственно, в нем происходит просто экспорт vectorLayer with context as vectorLayer, то есть импортировать мы ему можем как vectorLayer, но из файла vector.tsx мы берем именно vectorLayer with context. Соответственно, в файле vector.tsx мы видим, что у нас есть класс vectorLayerComponent, который не экспортируется, и есть экспорт vectorLayer with context. Соответственно, поскольку мы в индекс.ts экспортировали именно данный объект, то давайте посмотрим, что в нем происходит. Ну, во-первых, здесь происходят консуль логи какие-то, но мы на них остановимся чуть позже. Соответственно, данный объект принимает на вход пропсы с типом tVectorLayerProps. Они у нас созданы в файле vectorTypes.ts, это пока что пустой объект, и возвращается следующее, то есть здесь есть обертка mapContextConsumer, это значит, соответственно, что внутренность vectorLayerComponent имеет в качестве пропсов то значение, которое было задано в свойстве value в mapContextProvider. То есть в качестве пропсов у нее выступает thisStateMapContext из файла map.tsx. То есть это означает, что внутри mapContextConsumer будет доступ к объекту mapContext. Соответственно, если здесь mapContext определен, давайте выведем в консоль mapContext и вернем в вектор layerComponent, то есть данный класс, с пропсами и с динамическим свойством map, которое будет равно mapContext.map. То есть если мы откроем приложение, обновим его, и откроем консоль, то мы увидим, что console.log.mapContext вывел нам объект, у которого есть свойство map и, собственно, это наша карта. То есть у mapContext есть свойство map, которое равно той карте, которую мы создали в файле map.tsx и прокинули через value в mapContextProvider. То есть мы создали свой контекст, назвали его mapContext и добавили ему значение thisStateMapContext, файли map.tsx, а файли вектор.tsx. Мы, соответственно, при помощи mapContextConsumer получили данный mapContext и использовали его свойство map в качестве динамического свойства класса vectorLayerComponent, то есть компонента vectorLayerComponent. И теперь смотрим, что происходит в компоненте vectorLayerComponent. В нем изначально создается два свойства. Это лейеры source, которые равны объектам vectorLayer и vectorSource из библиотеки OpenLayers. То есть вот они, это стандартные типы данных в библиотеке OpenLayers для создания слоя. И первоначально срабатывает рендер. Здесь, как мы видим, ничего не возвращается. И дальше у нас срабатывает компонент didMount, в котором заполняются эти два свойства. Сначала заполняется свойство source, которое равняется новому объекту vectorSource с фичами thisPropsFeatures. Поскольку у нас не переданы никакие фичи в данный компонент, то здесь по факту просто будет написано undefined. Изначально наш источник векторных данных, он пустой. То есть в нем нет фичей. И дальше мы заполнили свойство layer векторным слоем с источником данных, который мы только что создали. То есть пока что мы создали векторный слой с нулевым количеством фичей, с нулевым количеством объектов. То есть в нем нет данных. И добавили его на карту. То есть мы thisPropsMap, как мы видим, у нас есть динамическое свойство map, thisPropsMaps использовали метод addLayer и добавили туда этот слой. И на текущий момент у нас на карте появился слой, но в нем нету данных, нету объектов. И по факту мы ничего не видим на карте, никаких новых объектов. И дальше мы вешаем на событие SingleClick функцию OnMapClick. То есть после того, как слой добавился на карту, повесилось событие на клик по карте, который вызывает функцию OnMapClick. Что происходит в этой функции? В этой функции создается переменная featureToAdd, которая равняется новой фиче с геометрией, которая представляет собой точку, в которую ткнул пользователь. То есть пользователь кликает левой кнопкой мыши по карте, эти координаты записываются в геометрию для новой фичи. Дальше создается стиль для этой фичи. То есть в данном случае это будет круг с радиусом 6, с заливкой красного цвета и внешней линии черного цвета с шириной 2. Стиль привязывается к фиче и первоначально очищается наш источник данных, чтобы точки не накапливались на карте, а каждый раз бы появлялась новая точка. И дальше в уже очищенный источник данных, где нет фичей, добавляется новая фича, которую мы только что создали. То есть с данной текущей геометрией. Все, соответственно, открыв карту, посмотрев, мы теперь можем кликать на карту, видеть наш красный круг с радиусом 6 и черной границей. И при каждом новом клике у нас предыдущие значения очищаются, то есть предыдущие фичи очищаются, у нас больше нету фичей, и появляется новая фича. Вот, собственно, и все. То есть это самый простой пример, который можно было собрать на библиотеке OpenLayers версии 6.3.1. В этой версии, как мы видим, проработано несколько лучше, чем, скажем, в предыдущих версиях или в библиотеке Leaflet отображение тайловой подложки, то есть мы не можем отдалиться настолько далеко, чтобы у нас появлялись серые полосы вверху и внизу, как в предыдущих версиях или как в библиотеке Leaflet, где надо было настраивать минимальный зум для отображения карты. То есть вот как мы не нажимаем минус, то у нас уже не отдаляется. Пока что на этом мы остановимся. В дальнейших видео мы уже подключим Redux, мы будем использовать более сложные или более, так скажем, живые примеры для географических веб-приложений. А пока что пробуйте. Код будет, естественно, на GitHub, так что скачивайте, подписывайтесь, пишите комментарии. Мы с удовольствием на них ответим. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!